привет ты смотришь дайджест за 47 неделю студии лысый дядька у которого все в порядке спасибо за вопрос и не могу сказать то же самое о крипте мы застряли на 98 тысячах и никак не можем подняться выше да что такое происходит блин мы застряли на 98 тысячах мы вот в столичка от сотки и это невероятно круто хотя настроение которые читаю и вот вижу в сми и в разных там социальных сетях такие ну вот застряли все выдохся bull run черт возьми мы почти пробили сотку и это просто офигенно потому что мы даже не собираемся похоже корректироваться откатываться назад чего все очень сильно ждут хотя ощущение некоторого все-таки пузыря у меня по крайней мере присутствует но обо всем по порядку и сегодня мы разберем всего лишь две темы но невероятно важно это глобальные темы которые влияют на крипто прям от и до на всех направлениях и как обычно в конце посмотрим о том что происходит с ценами на рынке в разделе не технический анализ поехали начну пожалуй с самой важной на мой взгляд темы это уход гэнслера с поста председателя сек точнее о его намерение которому сообщил своем твиттере и сделать это он собирается 20 января почему 20 все достаточно понятно 20 числа трамп становится президентом если бы это не сделал гэри сам это бы сделал дональд за него с позором выгнав бы его чертям собачьим так сказать тряпками этого позора гэнслер к своему уже хорошему багажу позора и так сказать достижение допустить не мог поэтому написал по собственному но почему он не сделает раньше как его сделали предшественники два предшественника сформировав тем самым некой подобие традиции тоже могу объяснить тотальная любовь к деньгам и возможно как раз это объясняет его позицию и тем что за ним какая-то была сила и какие-то есть патрон его который да там всю эту повестку навязывал на там не любви крипты и я думаю что как раз гэнслер здесь что-то получал не знаю это все конечно не дикие спекуляции поэтому сразу бросаем в сторону что здесь важно гэнслер теперь не имеет уже сейчас хоть он уйдет официально 20 числа никакой власти все его решение все его действия будут вызывать только смех под и ни к чему серьезному не приведут какие-то запущенные дела по инерции сейчас еще идут вот но никаких новых дел не открыто никаких заявлений новых не сделано кроме опубликованной статистики о гигантских штрафах и так сказать прогрессе за последние годы которые секс сделал то есть по сути вся его работа секс вать сводилась к достижениям не предотвращение каких-то мошеннических схем напомню что он сбег сэмом бэнкманом фридом а состоял в плотном контакте он с ним очень много раз общался контактировал и много чего обсуждал помним чем закончился ftx крахом и гигантским ущербом а никакими новыми инициативами которые бы превращали там крипто пространство в более прозрачные может быть какую-то там регулируемость рту генслер тоже не сделал только штрафы и генслер этим продолжает хвалиться посмотрите сколько мы там нагнули и напомню что нагибая одни какие-то крипто проекты это не ущерб только им самим современном мире экономическая вся жизнь настолько сильно переплыть переплетена что принося ущерб в каком-то одном месте этот ущерб передается практически во всех направлениях это как живой организм в котором ты делаешь какую-то там точечную боль в одном месте и она распространяется в виде там воспаление какого-то этого ощущения а нельзя просто так оштрафовать одну компанию и тем самым не вызвав косвенный ущерб всем кто вокруг нее находится поэтому да генслер на взгляд делал абсолютно прямолинейное неприкрытое просто зло так вот возвращаясь генслеру он уходит 20 числа почему это важно прежде всего генслер сейчас уже абсолютно не имеет никакой власти никакой силы все сек потерял всю свою мощь какие-то запущенные инициированные дела сейчас по инерции естественно еще продолжают идти поэтому мы на прошлой неделе слышали новость о том что вот наконец-то теперь назначена и по судебному решению там утвержденная разка утвержденный размер штрафа сейчас начал поступать пострадавшим инвестором хотя по сути они пострадали в итоге еще больше из-за того что деньги куда не вложили а были фактически там ну заморожены не заморожена скажем так они не принесли ожидаемого инвестиционного эффекта из-за того что сек просто ну по сути разрушает и разрушила компанию куда они инвестировали то есть проблема не в том что они инвестировали в компанию плохую которая что-то не сделала в том что сек ее разрушила и инвестиционные все эти вот идеи конечно не принесли никаких плодов то есть даже с учетом того что всех вернула там дай там это там скажем так сумму инвестору и то кстати не в полном объеме с учетом инфляция эти деньги реально были ну по сути частично обесценены в общем суть в чем так получилось что на прошлом дайджесте как раз я говорил о том что давайте вот если за неделю что-то произойдет всех запустят какой-то новый процесс там разбирательности прочее да там я прям вот ну скажу да был неправ все посмотрел поглядел почитал нет все всяк неделю молчала я больше чем уверен что до 20 до до 20 января эта ситуация никак не изменится будут вяло там может быть ни шатка не валко там эти предыдущие какие-то запущенные процессы да ничего нового не будет все гарри генслер все официально и бесповоротно почему это важно потому что на самом деле теперь по крайней мере мир крипто мир и вообще все что его окружает и кто его окружает может вздохнуть спокойно сейчас этот риск эта угроза в ожидании того что за тобой придут и постучаться по сути уже все ушло этой угрозы нет является ли теперь эта ситуация прямо противоположной что теперь все сейчас зацветет из-за порхают бабочки да да там и так что бегать единороги с радугой скорее всего нет но здесь важно дождаться во-первых исхода судебного разбирательства с ripple потому что многие сейчас вещи которые до сих пор давят не только на ripple и на крипто в целом из-за того что некоторые до сих пор вопросы и нюансы окончательно не решены они еще не решены это нужно дождаться и скорее всего это будет наверное где-то там но может быть феврале потому что даже юридические вопросы после того как сек возможно и даже свою апелляцию отзовет от одним днем просто солнце не решится что здесь еще важно пока точно не известно кто будет новым председателем но судя по тенденции который мы сейчас видим это будет человек который а из команды трампа то есть абсолютная лояльность преданность его взглядом взгляды и точку зрения на крипто мы знаем утром по какая и второе скорее всего сам по себе этот человек будет уже крипто скажем так поддерживающий что все это означает это означает что не единороги побегут да там вокруг нас и там сад засветет бабочки запорхать а скорее всего то что крипто сообщество давно давно просила от регулятора это понимание что вообще происходит какими законами следует регулировать вообще все все эти процессы и чего ожидать в будущем вот этот курс будет выбран точно это невероятно мощно это гораздо лучше чем какие-то единороги которые в какой-то момент могут оказаться вымыслом до эффекции понятные прозрачные правила дорожного движения о которой генслер говорил что они у нас есть нам ничего не нужно на самом деле их не было они скорее всего будут сейчас шаг за шагом появляться и второй очень важный момент это позиция трампа относительно того что хочет сделать а из америки крипто столицу всего мира похоже все таки действительно в этом направлении его администрации его команда будет двигаться это очень круто потому что сейчас большинство других стран которые делают аккуратные шаги в этом направлении все равно осторожничают и какой-то скажем так пионер первопроходец в этом направлении нужен и трамп здесь на мой взгляд как никто другой является супер удачные позиции как бы персоной потому что он а довольно смелый во вторых он немножечко даже какой-то неадекватный здесь есть поэтому риски что они слишком сильно свою администрацию перегнут и сделают просто крипто регулирование ну супер про каким-то прозрачным прям и понятным возможно не перестараются вот но по крайней мере скорость с которой эти законы проекта идеи будут появляться обсуждаться и приниматься наверное кроме как трампом быстрее никто сделать не может это нереально и круто позитивно еще одно невероятное событие по важности произошедшие на прошлой неделе о котором почему-то мало кто говорит и упоминает хотя на мой взгляд она может быть не такого прям масштаба как отмена прецедента шеврон верховным судом сша но где-то рядом произошло на прошлой неделе в суде окружно ок в окружном суде северного района техаса и судья который сделал это решение его зовут ритт о конор сообщил следующие значит действие сек которые прошлом нет в начале этого года весной расширили трактовку закона о дилерах если прям совсем кратко а сек что сказала что трактовка включает в себя любые операции суммарного объема за год включающие от 50 миллионов что принципе это очень мало на самом деле даже вот если ты как-то не знаю там сталкивался с трейдингом а там деривативами даже небольшие относительно суммы то есть учитывая там ну скажем так вот если используя портфель скажем упускай даже в тысячу долларов да там у сумма скажем так конечно не на кафешку ну как это не выдающийся заряда вон если ты работаешь с плечом если у тебя скажем так это конфетка печенька не быстро сосалась из-за чрезмерное использование плеча и рисковых операций то суммарный объем за месяц даже можно там раскачать там ну как нечего делать там скажем там до 100 тысяч долларов суммарный объем операции естественно не самого депозит так вот что такое 50 миллионов за год он просто смех так вот я сказал что от 50 миллионов раз а второе эти операции включают распространить также на крипто так вот суд это все отменил сказал нет меня все закон как был так и есть я сейчас нормам суммы не помню там какие-то приличные а второе что сказал судья это прям самое самое главное это не то что пощечина ганцлеру это это впервые в истории действия регулятора называют так так вот что сказал оконор действия регулятора являются превышением превышением его законных полномочий то есть это я не могу трактовать сейчас какой-то уголовный кодекс сша я бы не читал не знаю но за превышение законных прав обязанности регулятора регулятора который должен просто букве закона следовать закону и других участников рынка приводить к тому чтобы они следовали сам превышает законные свои обязанности это просто вообще жесть какая-то так вот это сказал ритт оконор и вот я все это к чему веду вся история последних по крайней мере там месяцев и даже может быть там года действия гарри генслера о которой последнее время все больше больше говорю начинаю там больше изучать и погружаться является набором каких-то просто безумств не обоснованных незаконных действий хаотических не имеющих какой-то за собой логической последовательной истории сейчас приходит к тому что даже суды говорят вот помнишь как в парламенте когда том эммер сказал что единственный за всю историю председатель сек привел к тому что действия регулятора в суде а которые были значительно искажены и признаны судом то есть его позиции там и доводы стали единственным случаем за всю историю общая регулятора сек сейчас суды говорят о том что действия сек ну конечно же в том числе на его председателя генслера являются незаконными и превышающими свои полномочия скорее всего но мы не знаю как они конечно все будут потом заминать но у меня есть ощущение что генслер не просто уходит до своего поста оставив крайне противоречивую противоречивое наследие возможно это ему реально аукнется еще даже гражданскими минимум гражданскими исками потому что ущерб который он наносил бизнесу не только крипто самим проектом а еще и около находящимся проектом и вообще все тени в инфраструктуре и крипто и обычно даже традиционным финансам скорее всего невероятный штрафа которого накладывал это не только прямой ущерб это еще косвенный ущерб который гораздо гораздо больше в общем пожелаем генслера в кавычках удачи вот что самое главное как я уже говорил только что до этого никакой реальной власти у него уже не осталось никакого серьезного сейчас ущерба риска он крипто миру не предоставляет и возможно даже все имеющиеся сейчас дела очень быстро начнут либо сходить на нет либо даже отменяться и скорее всего это генслера щелкнется это очень хорошо и позитивно для крипто мира и очень нехорошо для самого генслера на что мне в принципе глубоко все равно движемся дальше следующая тема который хотел с тобой поговорить это эволюционный на мой взгляд совершенно адекватный здравый очень позитивный темп развития крипто вселенной в нашем традиционном финансовом мире речь идет конкретно о некоторых признаках которые об этом говорят интеграция углубления взаимодействия с традиционными финансами и на примере spot etf заявок который мы сейчас все чаще и чаще получаем и видим и которые уже стали чем-то таким становится по крайней мере обыденным и не вызывая такой вау-эффект как раньше это заявки вот на примере соланы третья компания которая подала на заявку заявку на спут и те в соланы это битвайс до этого было ванок и canary capital и скорее всего эти заявки они веришься будут одобрены еще при гэнслере но по крайней мере уже на эпоху трампа и нового председателя это произойдет точно почему это важно потому что это показывает даже сейчас некий темп и ожидания рынка того что spot и теф по крипто проектам станут совершенно чем-то обыденным и не только по самым основным крипто проектам скорее всего это даже может стать потом каким-то полу там или даже автоматическим режимом когда компания просто подает заявку онлайн этом там одобряют отвечают и запускается общем-то торговля на бирже а это перестанет быть какой-то экзотикой как мы видели на примере биткоин и теф эфиры и теф это скорее всего станет чем-то просто вообще абсолютно рутинным как в принципе и по многим активам которые сейчас в виде тех торгуется на бирже почему это здорово потому что это откроет гораздо более простой и широкий доступ традиционным финансам не только там битку к эфиру а их большинству скажем так ходовых может даже там каким-то к мем проектом неважно то есть то что востребован то что интересно они будут взрываться как супер новые да там потом угасать как старые там какие-то звезды я говорю на допустим про проект такие как мем всякие вот люди которые будут инвестировать скорее всего об этом будут понимать но важность в том что крипто капитализация с учетом этого процесса уже будет гораздо в меньшей степени падать как у нас было после последнего предыдущего был рано и мы переживали эту крипту зиму потому что традиционные финансы не такие скажем так быстро и гибкие как у там розничный пользователь который зашел там на информацию продал все-таки это бирже контролируемые управляемый этом регуляторами законом там есть брокер это sich гораздо медленней и плюс люди скорее всего которые туда будет инвестировать это не трейдеры которые там хотят этим заработать которые хотят заработать и идут скальпить там на бирже и напрямую это делают вот а это скорее всего инвестировали и забыли вот поэтому это очень хороший, здравый такой как бы сигнал, подтверждающий, что, ну, крипта начинает сейчас постепенно уже взрослеть даже не с точки зрения роста капитализации, а просто роста того, роста интеграции с традиционными финансами. Это супер здорово и позитивно. И еще одна важная, скажем так, продолжающая вот под тема этого раздела, это MicroStrategy, то, что с ней сейчас происходило на росте своих акций, достигнувших исторического максимума, произошла внезапная коррекция одним днем там на 30 с лишним процентов, хотя крипторынок себя вел достаточно позитивно, никакого там спада не было, биток завис на там 98-97, даже в пике был там 99, в общем, ну, то есть к сутке же приблизился. И почему здесь на самом деле вот эта тема достаточно важна? Потому что, на мой взгляд, это вот как раз большая-большая слабость, это вот такое прям слабое звено, которое может выстрелить не только для самой MicroStrategy, а будучи гигантским корпоративным, скажем так, участником крипторынка, имеющим гигантское количество битков, это может вызвать дополнительное давление и на сам биток, и вообще в целом на крипто. Объясню почему. У MicroStrategy есть инвесторы и есть клиенты, которые тоже покупают ее акции и перед которыми MicroStrategy имеет обязательства. Проблема в том, что в последнее время MicroStrategy активно по самой идее Майкла Сейлера выпускает облигации своей компании, то есть они берут взаим у сторонников, у людей и под эти занятые деньги покупают биток. Дело в том, что эти обязательства означают то, что MicroStrategy в какой-то момент должна будет рассчитаться. Вернуть эти деньги раз и по требованию самих клиентов это может произойти не в какой-то оговоренный срок, то есть их можно там просто потребовать там погасить. Проблема в том, что у MicroStrategy может просто этих денег не оказаться, потому что а, это компания, которая полностью завязана на биткоин, которая может взять и просто скорректироваться в одночасье, будучи криптовалютой, даже хоть и очень зрелой и с этими коррекциями мы встречались, даже когда никто не ждет, это может произойти внезапно. А второе, это может вызвать так называемую банковскую панику у самой MicroStrategy, когда дополнительно к падению ее капитализации от ее падения основного актива может произойти значительная распродажа самих акций MicroStrategy, которая должна будет вынуждена, гася там эти акции перед своими клиентами, потому что не обязательно продающий акции кому-то найдет покупатель этой акции там также на бирже. Эти акции просто, ну, это, их могут гасить перед самой компанией. Так вот, ей нужно будет выплачивать эти деньги. И для этого, возможно, в худшем случае ей придется продавать часть своего основного актива биткоина, также на падающем рынке, что дополнительно будет вызывать еще большее давление продавца, тем самым так называемая спираль смерти может образовываться в некотором своем проявлении. Это очень опасная ситуация, на мой взгляд. Но здесь есть маленький-маленький плюс. Селлер наконец-то потерял управляющие, даже не право голоса, а управляющие контрольным голосованием, продав часть своего пакета акций. Это было согласовано еще давно с остальными акционерами из самой компании. Это вдруг не внезапная ситуация, то есть это не какое-то несчастное там, плохое стечение обстоятельств, к этому уже шли. И это, на мой взгляд, очень-очень хорошо. Потому что, а, это одновременно снизит аппетит и самой MicroStrategy по покупке нового количества битков, нового битка. Потому что я даже не могу себе представить, что оставшиеся члены совета директоров и акционеры, по крайней мере, такие же максималисты, как Michael Saylor. Вряд ли. Они в меньшей степени максималисты, то есть все-таки аппетиты будут в меньшей степени. И второе, будучи максималистом, Michael Saylor, скорее всего, старался максимально исключить возможность продажи битка при любых обстоятельствах. А здесь, возможно, все-таки участники сейчас, оставшиеся определяющие судьбу компании, будут в меньшей степени настроены на вот такой вот максимализм. И вот здесь, с одной стороны, это хорошо, потому что все-таки плохо, когда в одном месте собирается такое количество битка. Но одновременно это может потенциально увеличить риски распродажи актива, хотя бы частичной. И вот это может еще только усилить так называемую вот эту спираль смерти в случае прям реально форс-мажора. И я тебе об этом говорю, потому что потенциально ситуация с MicroStrategy может стать вот этим самым черным лебедем внезапно, когда крупнейший корпоративный держатель битка вдруг возьмет и подойдет масло в огонь, когда этот огонь начнется. Просто имею это в виду. Идем дальше. Переходим к нетехническому анализу. Начнем с битка. Что у нас у бате? Сотку мы так и не взяли. Застряли на 97-8. Тренд начинает формироваться нисходящий. Печально все выглядит, но нет. Мы в миллиметре от сотки раз. Во-вторых, после такого безумного забега за неполный месяц, за чуть больше, чем две недели, почти в 50%, где-то в 45%. Да. Сколь значимой коррекции мы так и не увидели. Рынок не намерен двигаться вниз, абсолютно понимая, что снизу делать нечего, надо двигаться только выше. И это еще. С учетом того, что Трамп не вступил официально в должность, министр финансов с Сенатом еще, Конгрессом еще не утвержден, СЕК еще не распрощалась с грязным Гэри, и новый председатель пока еще не назначен, не вступил в должность. То есть еще много вещей, которые позитивно продолжат влиять. Но это еще часть картинки. Давай посмотрим, что у нас с XRP, который является одним из двух проектов, максимально получающих преимущество с рынка, поэтому он так и растет. Второй это Ада. И XRP только за последнюю неделю, с момента предыдущего дайджеста, вырос на 35%. За одну неделю. За предыдущую неделю он вырос на 80%. И суммарно за эти две недели, то есть меньше период, чем с момента номинации, вернее не номинации, а победы Трампа на выборах, XRP вырос на 150%, 140%. То есть в 2,5 раза, в 2,4. За две недели. За две. А с 5 ноября за неполные три недели он вырос, знаешь, на сколько? В 2,8 раза, почти в 3 раза. 180%, да? 185. Как тебе такое? И тоже он совершенно не собирает, похоже, корректироваться, не собирается. Да, здесь вот какие-то вертолеты были, но вот смотри, пролились и вернулись. Но да, здесь пока не совсем понятно, что, опять же, дело сек до конца не закрыто. Оно, скорее всего, будет закрыто уже там, где-то, я думаю, что в конце января-февраля, потому что, когда Гэри уйдет, новый председатель будет назначен. Непонятно до конца, что будет сапеляться, все-таки ее доведут до конца, или даже, возможно, отзовут. И это вот может быть реально просто взрыв. Плюс еще Ripple запускает сейчас свой стейблкоин, не то чтобы прям какой-то значимый проект, ну, это не революция, да, это не какой-то ноу-хау, но все равно. Ripple — это проект, который за последние, наверное, полгода у меня просто не выходил из ньюсблока. Они сообщали о новых партнерствах крупных, о новых запусках, о новых стартапах-проектах вообще. Я не знаю ни одного другого проекта, тем более это старичок проект, не какой-то новый, который бы с такой интенсивностью анонсировал о своих новых запусках постоянно. Если я что-то упускаю, дай мне знать, мне правда интересно будет. Но это выдающийся проект. И похоже, все-таки, да, он собирается идти. Не забывай, что это не финансовый совет, и ничего, что я здесь говорю, не является намеком и предложением, и идеями. Я в этом не разбираюсь, сразу говорю, я хомячин и еще тот. Переходим к завершающей теме и к потрясающим комментариям. Сразу отвечу на один, который прям вот мне попал под поле зрения. Почему ты не разбираешь топовые мемкоины? Скажу просто, мемкоины — это просто про поржать. Разбирать философию и какой-то феномен того, над чем решили поржать, смысла вообще не вижу никакого. Потому что смешно может быть все что угодно. И вот когда люди решили купить какой-то там прикол, а потом просто увидели, что он начинает что-то там стоить и дорожать, как гриб, после там расти, как гриб после дождя. И любители заработать на ранней маленькой капитализации просто повалились туда вот так вот морем. Ну, смысла нет. Потому что за мемкоинами ничего, кроме того, что это мем, не стоит. Ни технологий, никаких проектов, ни идей, ни вообще ничего. Это просто поржать. Поржали? Поржали. Идем дальше. А про деньги любят тишину. Да, почему там какие-то криптопроекты ты там разбираешь и почему-то там какие-то основные деньги любят тишину. А криптопроекты любят публичность. Поэтому, когда у кого-то много денег, об этом говорить не надо. А когда ты делаешь какой-то криптопроект, как и любая, скажем так, коммерческая идея, она требует публичности, рассказа. И если криптопроекты запускают какое-то новое решение, то об этом молчать и не говорить смысла нет никакого. Поэтому вот о чем-то известном и важном, или малоизвестном, но важном я говорю, а о деньгах, конечно, никто не говорит. Поэтому, да, они любят тишину. Не нужно путать, так сказать, одно с другим. И по поводу сек, да, что хочу сказать. Да, все поражено, она выстрелила в Гарри Гэнслера. Значит, регулятор сейчас, на мой взгляд, абсолютно парализован. Ничего не будет происходить до момента ухода этого злобного, мне кажется, совершенно нелогичного человека. Его, так сказать, миньоны-подчиненные сейчас тоже, скорее всего, посыпятся. Потому что та лояльность, которую он создавал в своей организации, она именно чревата тем, что люди там держатся за счет лояльности, а не за счет каких-то идей, своих точек зрения, своих там взглядов и там позиций. И когда придет новый председатель, ничего этим людям, конечно, там светить не будет. Потому что они шли за Гэнслером. Гэнслера нету, и им там тоже делать нечего. Поэтому, скорее всего, там будет хорошая встряска. Это будет очень позитивно для крипто, потому что то, что сейчас с сек происходило, это, конечно, просто беда и какой-то вообще ужас и отчаяние. И это отчаяние для крипто сейчас уже сейчас закончилось. Дальше будет только лучше. Позитивно, потому что новый точный человек, который туда придет, это будет из команды Трампа. Единственное, что меня во всей этой истории немножко настораживает, чрезмерная позитивность. Это тоже крайность. Когда очень плохо, это плохо. Когда очень хорошо, это тоже плохо. Должна быть здравая какая-то середина. Но то, что сейчас делает Трамп, на фоне, конечно, ужаса и кошмара, что делал дальше, перед этим администрация Байдена, скрипта, может выглядеть и казаться, наверное, чрезмерной. Может быть, это просто на фоне всех бед, которые мы видели, всех этих невзгод и вызовов. Поэтому это мое субъективное мнение. Но надеюсь, что все-таки они не перегнут, и здравый смысл, конечно, все-таки останется. Это был Дайджест. Большое спасибо за просмотр. Хорошей недели, продуктивной. И увидимся через нее. Всем пока.